Сегодня завершилось рассмотрение дела, за которым без привлечения следили миллионы россиян. Суд Тулы после долгих и тщательных раздумий определил, кому отдадут на усыновление маленького Матвея, мальчика, получившего тяжелые ожоги спустя пару дней после рождения. С процессуальной точки зрения решение еще не вступило в силы, может быть обжаловано, но на деле сейчас уже практически с полной уверенностью можно говорить, что у малыша уже есть новая семья. Все понимают, конечно, что предстоит долгое лечение, непростые операции, но будем надеяться, что впереди Матвея ждет и много любви и заботы. О финале этого уникального для нашей судебной практики дела репортаж Ольги Паутовой. Этого решения ждали с нетерпением. Суду потребовалось четыре заседания, которые иногда длились по 11 часов без перерыва. Хотя обычно вопросы об усыновлении решаются примерно за час. Но, как говорят в Тульском суде, это дело для нашей страны уникальное. В итоге решено, что Матвей будет лучше в семье у Светланы. Об этой женщине до сих пор известно крайне мало. По словам правозащитников, у нее трое детей, младший из которых ровесник Матвея. И она может обеспечить малышу дорогостоящее лечение и восстановление. Сама Светлана от комментариев снова отказалась и перед прессой не появилась. Но когда все формальности будут улажены, она обещала все-таки ответить на вопросы журналистов. Суд завершил рассмотрение дела и вынес решение по существу, согласно которому требования заявителя удовлетворены. Изначально заявителей было двое. Помимо Светланы, воспитывать Матвея хотела и Наталья Тупикова, которая несколько месяцев навещала его в больнице. А недавно и биологическая мама мальчика Екатерина Захаренко заявила, что хочет вернуть сына домой. Но постепенно этот судебный марафон превратился в гонку на выбывание. Сначала родная мама дважды не явилась на психолого-психиатрическую экспертизу, которую должны были пройти все кандидаты. А на прошлом заседании, за несколько часов до его окончания, зал погибла Наталью Тупикова. Она была заметно расстроена, ни на какие вопросы журналистов не ответила. Позже на страничке в одной из соцсетей Наталья написала, что забрала свое заявление и за Матвея больше бороться не будет. Спасибо всем, кто поддерживал. Заявление в суде я отозвала, это правда. Участвовать далее в процессе не вижу возможности. Честное слово, большего из себя выдавить не могу сейчас. Все, что возможно сказать, попадает в одну из категорий. Либо неискренность, либо говорить нельзя. Простите. Пока же решение еще не вступило в силу. У суда есть пять дней, чтобы подготовить все документы. А потом еще в течение десяти дней биологическая мама может обжаловать это решение. И тогда весь процесс начнется заново. Впрочем, пока ни Екатерина, ни ее представители о подобном желании не заявляли. Все заседания проходили в закрытом режиме. Подробностями участники процесса делиться пока не могут. Вот известно лишь, что судья долго опрашивала и потенциальных родителей, и свидетелей. И все то время, что длился судебный процесс, Матвей провел в семье у Светланы. В так называемом гостевом режиме. По закону это не запрещено, если потенциальные родители заранее попросят об этом суд. В семье малыш научился переворачиваться на живот. Он набрал весе, но главное, говорят врачи, Матвей наконец-то улыбается. Матвей учится сейчас очень активно, особенно в этот период, который происходит между хирургическими вмешательствами. Он различает звуки, различает картинки. Он разбирает звуки, знает, какие звуки произносит разные животные. В общем, развивается как ребенок, которому исполнился год. Его история потрясла многих. В ноябре 2014 года трехдневный малыш почти 12 минут горел заживо под лампой для фототерапии. Тогда у него обгорело 75% тела и сильно пострадали внутренние органы. То, что жизнь мальчику все-таки удалось спасти, медики называют чудом. Несколько дней назад Матвей снова вернулся в больницу. Сегодня ему провели уже 13-ю операцию по счету. Врачи проделали действительно ювелирную работу, чтобы разделить сросшиеся пальчики на левой руке. Совсем скоро мальчику предстоит еще одна операция по восстановлению коленного сустава. Но после всех болезненных процедур малыш окажется не в больничной палате, а дома с мамой. Ольга Паутова, Павел Волконский, Светлана Ведяшкина и Валерий Жичкин. Первый канал.